Всем привет! Сегодня поговорим о том, как замерзает Европа и замерзает ли вообще без российского газа, точнее после его резкого подорожания. Находимся сейчас в Польше и поговорим о том, как тут обогревают дома, люди чем обогревают. Итак, газовая сеть в Польше существует, она подземная, то есть не видно так, как у нас, допустим, когда трубы идут поверху. Разведена она в основном по большим, средним и некоторым малым городам, в селах, как правило, удаленных нету, но вот даже мы проезжали вот в таких селах, как сейчас тут мы едем, когда с одной стороны одна улица и с другой другая, даже в таких селах, в принципе, газ можно увидеть, так как иногда такие стоят распределительные бодки возле домов. Вот, но вообще, вся польская энергетика завязана на угле, это около 90% на сегодняшний день электричества и тепла добывается, вот газ, да, вот только что был газ с правой стороны, поэтому даже вот такое небольшое село на две улицы газифицировано. И, как я говорил, 90% все завязано на угле, в Польше есть своя добыча угля, она довольно большая и хватает его полностью, этого угля, для того, чтобы обеспечить свою энергетику. Но, так как в последнее время и вообще со стороны Унии Европейской идет борьба за чистоту воздуха, за то, чтобы подходить от угля, то многие люди начали подключать себе газ, он был не сильно дорогой. Вот, опять же, проезжаем все новые участки, вот с правой стороны, вот опять желтые будочки везде, везде подведен газ. И многие рассчитывали этим газом обогреваться и обогревались, и это было довольно-таки удобно. По деньгам выходило немного, так как большинство домов новой постройки, даже в селах, и те, которые старые, хорошо оттеплены, либо пенопластом, либо минеральной ватой. Вот, и за сезон газом было оттапливаться довольно-таки удобно, просто включаешь себе там подведение не сильно дорогое, включил, не надо за ним смотреть, котел безобслуговый. Раз в год там кто-то приходил, тоже какую-то проверку делал символическую, ну и в принципе все. Ну вот в этом году, но, но это опять же, не все такие дома были, многие знакомые мои продолжали обогреваться углем, особенно пенсионеры. Либо у кого были старые печки, кто не хотел менять, переходить там на эти газовые котлы и так дальше. А там, где еще не было газа, то там в принципе некоторые ставили, опять же, в новостройках устанавливали на сжиженный газ, который приезжает с Америки и США, приезжает в ЛНЖ терминал, и он развозится фурами. Он стоит дороже, но в принципе тоже было допустимо. Получалось по ценам так, самый дешевый обогрев это был уголь, на втором месте был природный газ там с небольшим отрывом, дальше отопление, по-моему, сжиженным газом и отопление электричеством было очень близко. Но электричеством все равно дороже всего получалось, это при условии, если вы не используете помпу тепла. Или тепловой насос, так называемый. Ну и самое дешевое в принципе еще, это все-таки дрова. То есть многие, особенно в тех местах, которые близко к лесу, в горах, еще где-то, они многие, у кого есть доступ к лесу, отапливались дровами. Но в современных, как я говорил, в современных более-менее домах, которые новые сдаются и которые готовились под достройку, было предусмотрено газовое отопление. В этом же году, в принципе, вот только что дрова проехали, было с левой стороны заготовлено, в этом же году из-за того, что цены на газ резко поднялись, люди получили счета некоторые в два, некоторые в четыре раза больше на отопление. И отопление, ну, на газ именно, на сам. Вот, так как отопление большинство автономное, может там в городах больших, конечно, где-то есть многоэтажка централизованная. Но в большинстве пригородах это все автономное отопление. И даже в старых каменицах в центре города, так же самое отопление очень часто автономное, у каждого свой дымоход. И поэтому отапливаться газом стало просто невыгодно. И многие люди начали возвращаться к угольным печкам, к угольным печкам. Потому что печки у всех сохранились, и надо было просто прочистить, и начинали топить углем. Те, кто самые бедные, они, в принципе, перешли на дрова. Так как вообще в этом году резко все подорожало. Но если газ подорожал в четыре раза, то остальные виды энергоносителей подорожали процентов на 50-60. Если, например, тонна билеты стоила 700 злотых, то стала она 1200-1300. А если уголь стоил 800, то уголь стал где-то так же самое в районе 1200-1400 за одну тонну. И у кого были печки на дровах, то те начали покупать дрова, так как они стали самыми дешевыми. Единственный минус дров, это тяжело то, что автоматизировать, и очень часто надо дрова туда подбрасывать. Поэтому, в принципе, кто не сильно там ценит свое время, но хочет сэкономить, пенсионеры там и так дальше, они ходили и отапливались дровами. Углем многие продолжали отапливаться, но уголь в новых домах поустанавливали такие печки, которые подают уголь автоматически. Вплоть до того, что даже многоэтажные дома отапливаются большими угольными печами, туда засыпается сразу несколько там мешков угля, и всю ночь автоматика сама все подает. То есть, в принципе, на утро только прочистить надо, и все. То же самое, новые эти экологические, так сказать, на экогрошек, вот, более новые печи с очистками, начали устанавливать на уголь, и государство за них дает дотацию. Но больше всего дотацию можно получить за замену печки, и это замена для старых печей уже обязательно, то есть, тем, которые там больше, чем 10 лет, их в этом году необходимо было всем поменять на новые печи, которые соответствуют новым стандартам. И в зависимости от того, насколько семья много зарабатывает, можно было получить от 20 до 80% компенсации стоимости этой печки. Как правило, рекомендуется всем поменять печку на угольную, на печь на пилет, то есть, на такие отходы деревянные, из дерева промышленности, они, эти печки, практически не дымят. По цене оно, получается, доступно и полностью все автоматизировано. Либо, для тех, кто побогаче, может себе позволить, то рекомендуется установить солнечные батареи и установить тепловой насос. Но, как правило, это требует еще замены системы обогрева на теплый пол, и такие системы уже ставят в новостройках, в новых домах. А те, кто в старый дом, то, как правило, просто заменяют себе печку на более новую, более энергоэффективную и более экологичную. Государство, как я сказал, возвращает до 80% стоимости такой печи, но это только для частных лиц, для фирм такого возврата нет. И относительно солнечных батарей и отопления энергии, то в последнее время очень много людей установили солнечные батареи, солнечные коллекторы, и в результате электричество, которое добывается на протяжении лета, когда солнце ярко светит, эта энергия у них хранится на счету в энергетической компании, как бы вдолг они дают энергокомпании государству, а зимой им отдают. И получается, если они устанавливают помпу тепла, которая потребляет в три раза меньше энергии, чем обыкновенные обогреватели, то в результате они получают практически бесплатный обогрев, и независимо от какого-то там газа, угля и так дальше. И многие сейчас начали так делать, несколько, по-моему, даже более миллиона людей уже установили за последний год, и в результате уже новые законы выходят, что возвращать будут не 75%, а только 50% энергии, которая выработалась летом. Поэтому тут уже будет вопрос, будет ли дальше такой спрос, и такое количество будет ли людей устанавливать себе эти энергобатареи. Ну и еще, также изменились цены на электричество. Электричество подорожало, процентов на 30, наверное, в этом году было подорожание электричества. Но самое интересное то, что в этой цене, в этой цене за 1 кВт энергии, которая сейчас составляет в районе 60 грош, то есть это где-то 15 евроцентов за 1 кВт, причем она, эта цена может существенно колебаться от времени суток, от того, какой у вас тип договора, но все равно набрать это 15 евроцентов за киловатт. Так вот, около 60% стоимости в этой энергии составляют оплаты за эмиссию СО2, то есть за выброс парниковых газов, если это электричество производится при помощи угля. А так как в Польше 90% электричества производится с помощью угля, то, соответственно, эти затраты, которые они должны вложить на экологию в стоимость 1 кВт, очень большие, но с другой стороны, эти деньги, которые государство взимает, так сказать, с людей за экологию, то эти деньги потом людям же и возвращаются, только уже в виде дотаций на отепление их домов, на установку тех же солнечных батарей и на установку тепловых насосов. Ну вот так это выглядит на сегодня в Польше, то есть, в принципе, зависимости какой-то критической от газа практически нету, единственное, его подорожание в 4 раза привело к подорожанию других энергоресурсов процентов на 30, на 40, до 50, вот, ну, в целом, люди в холоде не сидят, дома у людей, у большинства где-то 150 квадратных метров, так, ну, в среднем, это если пригород брать, вот, поддерживают там температуру в районе 23-25 градусов зимой, ну, зимы тут, как бы, не очень суровые, вот, и за сезон в среднем уходит где-то полторы-три тонны угля, это по деньгам плюс-минус получается в районе от 500 до 1000 долларов за сезон, вот, за отопительный сезон на семью. Ну, в принципе, опять же, это не критично при зарплате минимальной где-то в 600-700 долларов и при средней зарплате больше тысячи, в принципе, это не огромные затраты, вот, но все-таки мы, как бы, почувствовали, так как там продаем товар через интернет, то с наступлением зимнего сезона спрос немножко упал, так как у людей стало меньше денег, многие закупились просто наперед сразу на весь сезон, купили себе уголь, там, билеты или еще там кто чем обогревается, либо счета получили за электричество, но, в принципе, пока терпимо. Сильно только это почувствовали пенсионеры и те, кто работает на минималке, либо кто сам живет, но для них была установлена дотация, вот, и они получили, грубо говоря, в виде дотации, а пенсионеры, кроме того, там еще получали 13-ю пенсию, вот, и сейчас еще разговор о 14-й пенсии идет, но она, я так понял, и пошла на отопление, вот, ну, вот, в принципе, такая ситуация по энергетике сейчас в Европе, вот, спасибо всем за внимание и пока!